Я предупреждал, что просто сегодня явно не будет. Душ можете не принимать. Вперед! Какие-то палки должны быть. Мы эффективная команда. Все, мы умрем. Мы умрем все. Тяжко было. Все-таки мы добрались. Мы считаем, что это немного нечестно выходит. Я не считаю, что мы сильнее, чем другая команда. Сегодня было просто мега круто. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, мои дикие диайвайщики, доброе утро! Доброе! Как прошла ночка, расскажите? Замечательно. Тепло. Да, это главное. Тепло и без комаров. Скрип был ночью, скрип, я так поняла, деревьев каких-то. И ребята поперепугались. Ребят, я на самом деле сегодня приехал и очень оценил то, что вы позаботились о ведущем и сделали такую замечательную сидушку. Я понимаю, что вы хотите меня задобрить, но я думаю, что у вас пока не получится. А то, если я сейчас сразу встал на добрый, пропадут всякие другие ништячки. Ребят, вчера было задание приготовить кричалку командную. Ну и кто первый начнет? Мы готовы! Давайте, Карнасы! Три, четыре! На всем острове Суисарь никого не круче нас. Мы команда Карнас! Браво! Вам можно на футбол ходить спокойно. Ну что, друзья, давайте, надо побить соперников. Мы рыси, рыси, рыси! Мы моронов не боимся! Далее! Мы пролетели! Слушайте, ну на самом деле, да, честно, я готов отдать тотем прямо сейчас Карнасам, но они красавчики. Вот у них прям по-боевому очень получилось. Но нет, не отдам, потому что у нас сегодня второй день, у нас сегодня новые испытания. Я предупреждал, что просто сегодня явно не будет. Так что, друзья, собираем ваши инструменты. Это ваше личное оружие практически. И следуем за мной. Душ можете не принимать. Субтитры создавал DimaTorzok Нали, Карнасы. Вчера вы с легкостью прошли ваши первые испытания. Разбили лагерь и без особых усилий развели огонь. Я был прямо этим, на самом деле, впечатлен. Но, как вы понимаете, вчера был только первый разминочный день. Все самое сложное и интересное впереди. Вчера вы доказали, что вы большие профессионалы на берегу, на земле. Сегодня вам придется поработать не только на суше, но и в воде. Ваша задача построить плот. У каждой команды плот должен быть свой и добраться на этом плоту на противоположный берег, где я вас буду встречать. Первая команда, которая в полном составе приплывет ко мне, получит тотем. В вашем распоряжении будут бревна, которые находятся за вашими спинами, а также две бухты веревки по 90 метров. Я напоминаю, вы можете использовать две подсказки. Помощь ведущего, либо выход в интернет. И в помощь ведущего бонусом будет входить 10 саморезов, чтобы вы могли использовать свои шуруповерты. Традиционно одна минута на обсуждение. Я готов выслушать ваше решение. Зачем у нас саморезы, у нас беревка есть. Это бензоны без саморезов. Нет, саморезы там вообще не нужны. А 90 метров хватит? 90 метров хватит. С дальнейшем. Еще сломаем и так далее. Ну и что, получается? Две лаги, остальные все поперечины. Вяжем косой. Зарезки, зарубки, везде. Так, вот так близко-близко, или это может быть раз, два, три, и поверх что-то еще такое, чтобы... Да, вот смотри, вот так вот идут бревна, вот они, вот бревна, и связкой вот так вот жарь идет. Нет, между ними будет расстояние, мы делаем вот здесь вот морскую луну. А, ну а расстояние еще морскую луну. Ну, большое расстояние тоже не надо. Это однозначно и будет. Это вот веревка, там где-то 16 миллиметров, наверное. Вот такие зазоры и будут. Можно с помощью пилы. Я запил их в чашки сделать быстро. Чашки, чашки, да-да-да-да-да. Накидали два. Мы как в том фильме, мы эффективная команда. А грибсти чай? Более чем. А грибсти? Вот более проблемно грибсти, да. Ботинок снял. А чем нам, типа, могли помочь саморезы? Типа, бревна соединены друг с другом? Ну, скрепить быстрее, да. Давайте весло еще из одного бревна сделаем. Ребята, стоп! Время вышло, и я готов услышать ваше решение. Нет, мы не берем. Мы не берем. Нет, не берем. Красавцы, ну что ж, тогда еще есть один важный момент. Бревна вы выбираете по очереди, начиная с та командой, которая вчера получила тотем. Вперед! Был хаос, я периодически поглядывала на ребят, я понимала, они как-то все быстренько все делают. У нас было несколько идей, как сделать этот плод, и скажу сразу, тут все были завязаны без исключения. То есть, прям все молодцы, все сильные, прям показали себя. Даже девчонки, которые поначалу говорили, что, блин, мы не справимся, мы не знаем, что делать. Когда мы получили задание, мы поняли, что основная вся работа ляжет на плечи Александра, потому что у него был самый нужный инструмент, это пила. Поэтому мальчики скооперировались и пилили. Это не то, Крис, какие-то палки должны быть, похожие на весла. Да, было ощущение, что в этом конкурсе девчонки ничем не могут помочь, но лишнее я себя не чувствовала, потому что там были очень сильно запутаны веревки, которые мы распутывали столько же, сколько ребята пилили доски. И, в принципе, наш плод без нашей помощи бы вообще на воду не спустился, так что девочки были не лишние. Хочешь, давай крутанем, по верху пробежишься. Можем швырнуть. Давай попробуем. Бабахнуть, да? Давай, вот сюда, обкармем. И раз, два, три, оп! Отмерьте, 30 метров вот так вот просто, а потом, если что, свяжем. Не, я предлагаю, знаете, как делать? Сначала одним слоем обмотать, потом вторым. А то так и получится. Мы сначала вот так идем, а потом обратно. Какое расстояние между? Вот так? Нет, плотную. Погоди, погоди, погоди. Что такое? Подожди, сейчас мы второй конец надеемся. Мы представляли, как собрать этот плод, как его связать и так далее. Но мы жутко торопились, и вторую сторону мы очень плохо стянули. Да кого ты, смотри, я вот так буду поддевать. Оно так не пойдет. Не пойдет? А он перекручивается будет, да? У нас 90 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять срезов по три метра можно смело рубить, и у нас еще останется шестьдесят. Мне показалось, что вместо того, чтобы прийти к какому-то одному мнению, как строить, как соединять, кто что делает, все в массе просто, кроме меня, потому что я слабая женщина, пытались как бы сказать, как все будет. А по факту, когда мы приступили это делать, все как будто разбежались и делали. И был один момент, когда мы пустили лишний трос, можно так сказать, который потом вылез нам боком. Давайте, если у кого, у тебя руки потоньше, так? Теперь что, я просто переб... Здесь? Да. Сюда перебегать. Правильно? Давай, подожди, подожди, не надо петлю. Не надо петлю? Общая, давай. Не нужна, да? Давай, просто вытягиваем ее и подиагонально через это бревно, в эту самую, вот так. Подожди, подожди. Есть. Это издевательство вот так протягивать. Мы сейчас поможем. Надо разом ее протягивать. Ее связать недолго. Ты подсунешь нам, мы приподнимем, ты подсунешь. Ага. Вот, давай, подсунешь. Под общий плод. Даша, я тоже могу. Я стою, ничего не делаю. Куда ты можешь, он тяжелый. Подожди, куда мы это приподнимаем? Мы приподнимаем это вытащить, эта сторона обвязана. А там... Мы тоже так что-то приподнимем, а там подсунем, и все. И будет красота. Вот с одного конца, если вы так не упадете. Мы постараемся. Давайте аккуратно. Есть. Ноги. Так, все? Да. Да, трех мало, четыре хватай. Лучше пусть болтается, по полметра. Угу. Убегай. У них вообще по-другому плод выглядит. Попробуй завязаться, кстати, да, к соседнему, если получится. Вот это будет лучше. Да. Как резерв. Можно спокойно вот петлю, раз, одну сверху, а вторую снизу запустить. Вот так, все. Теперь смотри, ключевой момент. Значит, мы вас можем посадить на корточки, а сами вот так вот, каким-то образом. Один спереди, другой сзади, и большими вот этими досками. Либо мы все вот так вот садимся. Давайте. Одной ногой туда. Вот так вот. Да, давайте. Нам сказали, что вы, может быть, намокнете, когда говорят может быть, но, скорее всего, мы намокнем. Я думала, я такая, отлично, у меня есть термобелье, поплыву в нем. Когда поняла, что буду плыть по воде, на самом деле я переживала только за одежду, что я была в своих единственных теплых сапогах и, то есть, осталась без них. Другие участники переживали за то, что мы можем не поместить все вместе. Это был основной вопрос, поэтому мы строили большой плод, думая, что увеличить всю площадь, мы сможем четвером за раз переплыть. Но, увы, он начал тонуть, как только Кристина забралась на борт. Я потрогала воду рукой, мне показалось, что все, мы умрем. Мы умрем все, я надо позвонить маме, мужу, кошке, все мы умрем. Самая яркая картинка, она, наверное, будет до утра снится, как мы грузились на плод, и когда девчонки уже там, Ренат туда спускается, и вдруг плод, просто он уходит под воду. Когда мы пытались залезть на плод вчетвером, естественно, он начал тонуть, и нам пришлось просто резко соображать, что двум человекам все-таки нужно с него слезть и поплыть вдвоем, потом вернуться обратно и поплыть оставшимся двумя человеком. Когда мы сели троем, я вижу, мы вроде на воде держимся, а потом Сашка сзади кричит, что это я вас держу, поэтому вы не тонете. Я пыталась найти, как будет быстрее. Кстати, когда я стояла стоя, это реально было быстрее и прям помогало толчками. Нам это было весело, особенно когда у нас плод начал так качаться, бревна водой напитались, они начали тонуть, и мы чуть не опрокинулись там. Чуть налево или направо равновесие было сложно держать, я думал, наверное, мы и перевернемся, скорее всего. Соперники наши вырвались сразу вперед? Я не знаю, что там в воде, что за плотность такая у этой воды. Я буквально заморозился в плане движений. Конечно, я обратно залез и стал грести. Когда я начала грести, мне уже было не холодно, потому что весло, это не просто весло, это пол бревна, они весят килограмм пять, вот каждое весло весят килограмм пять. Мы, в общем, решили следить за дыханием, движением на выдохе. То есть вдыхаешь носом, выдыхаешь ртом на каждом движении и без суеты какой-то не спешить, не тратить силы сразу. Я сказал, что главное доплыть, потому что мы по пояс были уже в воде. Мы плыли медленнее, потому что у нас был тяжелее плот, он был длиннее, у нас были поперечные такие лаги, и то есть это тормозило. Плюс у другой команды у них были шире весла, не знаю, может быть, не очень было удобно в обхвате, но они давали больше ускорения. Я хочу Аню похвалить, мы когда гребли, я видел, как она устала. Она уже, это вот самодельное весло наше, которое просто из себя доску приставляла, я видел, как она уже не могла гребсти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, вы все офигеть какие молодцы на самом деле. Сегодня был крайне сложный, на мой взгляд, конкурс. Вы все мокрые, но довольны, я так понимаю. Расскажите, как вам впечатление от наших водоплавающих процедур и что бы вы изменили в тех плотах, которые вы построили? Все было круто. Я не зря два дня хотел искупаться, я получил, что хотел. А что бы изменило ваша конструкция? Ну, на самом деле мы жутко спешили, поэтому не совсем хорошо натягивали бревна. То есть вопрос именно в натяжке веревки? Да, да, да. В остальном все окей? В принципе, на твердую троечку. У вас, ребят, меня все устраивает. Мы рассчитывали, что вообще четвером усядимся и поплывем, но как показала практика, что это точно невозможно. Втроем, конечно, еще можно было бы окунуться, наверное, с головкой, но доползти. Но что бы поменяли, если бы мы заранее знали, что вдвоем это наверняка, мы бы, наверное, сделали в половину, не в половину, в одну треть короче, чтобы ускорить, скажем, развить больше скорости. А ты не думаешь, что вы бы тогда сильно потеряли в плавучести? Да я думаю, нет. Мы бы чуть-чуть бы укоротили, допустим, боковые планки мы бы срезали, чтобы не было такого большого, как сказать, тормоза, парашюта. Ну, на самом деле, на мой взгляд, самая основная ошибка была в том, что вы не сделали нос, чтобы разрезал волну, тогда бы скорость, конечно, существенно бы возросла. Ну, ребят, ни для кого не секрет, какая команда победила, собственно, та, которая действительно пришла первым к берегу, в общем-то, и первый, и второй раз это было так. Это команда Na'Vi. Так что давайте похлопаем, аплодисменты. Вы, в любом случае, все большие молодцы. Вы в очередной раз отказались от всех подсказок ведущего. Я не знаю, завтра имеет ли смысл вам вообще это предлагать. Сейчас я предлагаю немножко расслабиться, отдохнуть. Ну, отдохнуть в первую очередь девчонкам, потому что вы насрадались, парни, а вы приготовьте девушкам ужин. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мы, в принципе, отреагировали примерно все одинаково на проигрыш. Мы считаем, что это немного нечестно выходит. Нам сказали, нам нужно перебраться на ту часть острова. И когда нам подсказали, что нет, это не сама часть, это просто островок, это просто камни, это иллюзия. Нам нужно идти чуть правее. Ну, мы такие, хорошо, мы пошли чуть правее. Ну, мне кажется, что расстроился все-таки Сашка. Он такой, мне кажется, более эмоциональный. Но его эмоции, они видны. Цель была доплыть. Мы услышали, наверное, мы не дослышали, мы не додумали. И мы ринулись к противоположному берегу. Естественно, там, где ближе. Вот. Ну, обманутые надежды заставили повернуть нас, сделать большущий такой крюк. И мы еще вдоль берега этими веслами импровизированными. Гребли, гребли. Тяжко было. Вот. Но все-таки, все-таки мы добрались. Поначалу сказали переплыть нам просто на другую сторону. Мы и поплыли. Но потом стали кричать с острова, что надо плыть к ведущему. То есть, соответственно, мы сразу поворачиваем наш корабль, плывем к ведущему. Ребята, которые плыли за нами, они не услышали этого. Соответственно, они доплыли до первого выступа. То есть, они оказались быстрее. То есть, и получилось так, что то ли дезинформация, то ли непонимание, недопонимание. Я не считаю, что мы сильнее, чем другая команда. Мы все одинаково в чем-то сильнее, в чем-то слабее. И поэтому, кто победит, это просто удача. Что будет завтра после сегодняшнего дня, я даже не предполагаю. Но сегодня было просто мега круто. Просто мега круто. Просто эмоции были выше крыши. Да, мы подустали, но это очень здорово. Это просто было здорово. То, что мы второй день выиграем, я думаю, это воля случая. Друзья, только что вы посмотрели второе испытание наших диких диайвайщиков. Они строили плоты. Теперь я предлагаю вам по нашей уже сложившейся традиции поучаствовать в сегодняшней серии. Добро пожаловать в комментарии. Напишите всю самую конструктивную критику. Что вы бы сделали иначе? Какие ошибки допустили наши участники? Автор самого лучшего, на мой субъективный взгляд, комментария получит в подарок вот такой вот сикач от Fiskars. Хотя я назвал бы его Мачете. Жду всех в комментариях. Слушайте, ну я прям смотрю, у вас сегодня вот жажда искупаться. Мало вчера было. У меня не было эмоций, я просто поняла, что не будет легко. Виталий, ты что-то с лайтовостью сегодняшнего дня, по-моему, погорячился сильно. Мы не коллектив, потому что один человек из команды и тянет одеяло на себя. Я не знаю, что ожидать завтра, но я надеюсь, что все следующие испытания будут менее тяжелыми в плане физической нагрузки. Держаться за воздух. Искать и бороться в воде и на суше, с тобой нам придется. За рамки стандартов мы смело выходим. Проверка на прочность, суровой природе. И все инструменты помогут стать круче. Быть мастером дела, быть лучшим из лучших. Сделай это сам! Погружаясь в полу с головой, Что бы ни случилось, будь собой. Никогда не отступай, ведь это тихий, тихий диайвай. Наступает ветер перемен, Мы герои этих кинолент. Ты твори и создавай, Ведь это тихий, тихий диайвай. Держаться за воздух. Под солнцем и градом. Ты слился с природой. И цель уже рядом. Ошибок не бойся. Прозрачна реальность. Добина упорства. И к черту усталость. Под северным небом. Горящие искры. Холодный рассудок. И верные мысли. Погружаясь в полу с головой, Что бы ни случилось, будь собой. Никогда не отступай, ведь это тихий, тихий диайвай. Наступает ветер перемен, Мы герои этих кинолент. Ты твори и создавай, Ведь это тихий, тихий диайвай. Тихий, 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 тихий.